Всем здравствуйте, меня зовут Южаку Антон и это очередной выпуск ответов на вопросы. Первый вопрос задает Альбер. Хочу увеличить силу хвата. Как лучше тренировать хват? Силовую или многоповторку лучше использовать для увеличения силы хвата? Значит, собственно, для того, чтобы увеличить силу хвата, можно использовать как и многоповторные упражнения, как малоповторные, так и статику. Из всего этого арсенала упражнений лучше всего будет работать именно статика. Для того, чтобы хват был сильнее, для того, чтобы мы могли держать больше веса или держать вес дольше, необходимо этот вес держать. Как это примерно происходит? Мы берем определенные упражнения. К примеру, можно взять гриф, снять со стоек штангу с весом и держать ее. Либо просто висеть на турнике. Периодичность выполнения упражнений в статике может быть как очень часто, так и очень редко. В зависимости, какой тренировочный объем вы будете давать на передплечья. Если тренировочный объем будет не сильно большой, вы будете делать, к примеру, там 3 подхода по 20-30 секунд удержания. В таком случае можно делать относительно часто, 2-3-4 раза в неделю и смотреть, в принципе, по состоянию передплечья. Если следующую тренировку держать относительно тяжело, в таком случае лучше дать несколько дней отдыха. Самое важное в этом деле – это прогрессия нагрузок. Прогрессировать нужно либо в весе, либо во времени. К примеру, мы берем 100-килограммовую штангу, держим ее 3 подхода и у нас получилось там 30, 20 и 15 секунд. В следующую тренировку надо стараться либо увеличить время и продержать ее там 33-35 секунд, либо увеличить вес, взять там, к примеру, 110 килограмм и постараться держать ее как можно дольше. И такими несложными махинациями можно увеличить силу хвата очень сильно. Если мы говорим про непрофессиональных спортсменов, а именно вот цель увеличить силу хвата. Также отдельно можно посоветовать еще и тренировку передплечья. Тренировать различные сгибания, разгибания руки. Все это можно делать с весом и можно делать даже на блоках. На блоках все-таки более предпочтительно, так как это менее травмоопасно. Потому что кисть все-таки травмировать относительно легко, так как кисть не совсем стабильный сустав. Это сустав, у которого много движений, кисть двигается в разные стороны и поэтому сустав относительно сложный. И чем сложнее сустав, тем его легче травмировать. Поэтому лучше все-таки делать акцент именно на статику. Но периодически можно делать какие-то определенные упражнения и в динамике. Если говорить по количеству повторений, можно делать как и маленькое количество повторений, так и большое. К примеру, если бы я задался целью увеличить силу передплечья, я бы делал следующим образом. Три раза в неделю я бы делал статику и два раза динамику. Один раз динамику я делал бы в более силовом режиме, повторений по 5-6. А на вторую тренировку я делал бы более в многоповторном режиме раз по 20. То же самое я делал бы со статикой. Одну тренировку я бы делал, старался прогрессировать в весе, все время добавлять вес. А остальные тренировки я бы старался прогрессировать во времени, не увеличивая вес. Следующий вопрос. На сушке как правильнее? Сначала съесть тарелку каши, а потом пройти 10 км. Или сначала пройти 10 км, а потом съесть тарелку каши. По поводу этого вопроса у меня были дискуссии, и я все-таки настаиваю на том, что разницы нет. И сейчас я объясню подробно свою позицию. Во-первых, если человек на сушке, у него обязательно должен быть дефицит калорий. Возьмем 100 кг человека, и для него необходимо для поддержания весом 3000 калорий. Данный человек употребляет 2000 калорий и делает дефицит калорий в 1000 калорий. Это примерно идут траты 100-110 г жиров в день, и при этом человек скидывает 3 кг веса в месяц. Это такая относительно правильная сушка для обычного человека. И допустим, что у данного человека есть выбор между тем, когда ему делать прием пищи. До кардио тренировки, там, к ходьбе 10 км, или после. И любой человек, который разбирается в фитнесе, скорее всего скажет, что, естественно, необходимо делать прием пищи после кардио, а не до кардио. И аргументирует это тем, что если мы будем делать до кардио тренировки, мы будем делать саму кардио тренировку именно на углеводах, и будем тратить гликоген. Если же мы сделаем после, в таком случае, во время кардио, мы будем тратить жиры. Но на самом деле это не имеет значения, потому что у нас есть дневной дефицит калорий. Это 1000 калорий. И как мы будем делать этот дефицит, не имеет значения. Если мы будем бегать на гликогене, в таком случае у нас после бега не будет гликогена. И для поддержания жизнедеятельности, на основной обмен, на любую двигательную или умственную активность, у нас будут тратиться преимущественно жиры, так как гликогена у нас нет. Если же мы сделаем кардио на жирах, потом сделаем прием пищи, у нас будет гликоген. В таком случае после бега любая двигательная активность, основной обмен или умственная активность, она будет в свою очередь брать энергию именно с углеводов. С тех углеводов, которые мы съели после бега. Поэтому в итоге, к вечеру, у нас будет ситуация одинаковая. Что в первом случае, что во втором случае, у нас не будет в организме гликогена и у нас будет дефицит калорий в 1000 калорий. Поэтому по большому счету это не имеет значения. Но все-таки на практике лучше есть углеводы после бега. Связано это с тем, что во время бега будут в любом случае большие траты калорий. Поедим мы или не поедим до кардио тренировки. В любом случае после кардио нам будет очень сильно хотеться есть. И необходимо будет восполнить траты калорий. И для того, чтобы не было очень сильного голода и не было переедания, лучше все-таки делать кардио на голодный желудок, а после чего делать прием пищи. Чтобы не было ситуации, когда нам после бега хочется очень сильно есть, а мы уже сделали половину или большую часть калорий в течение дня, мы уже набрали. И мы не можем покрыть калорийность нашего голода. Именно по этой причине, когда человек на диете, необходимо делать большое количество приемов пищи. Не для того, чтобы там раскрутить метаболизм или еще что-то. Именно для того, чтобы не было чувства голода. Потому что те, кто делали дефицит калорий, знают, что самая большая проблема на сушке это голод. Следующий вопрос. Почему некоторые люди не прогрессируют, хотя постоянно тренируются? Этот вопрос мне задавали в ВКонтакте. Значит, есть много различных ситуаций, при которых человек не прогрессирует. Первое и чаще всего, почему не прогрессируют люди, потому что они не ставят конкретную цель. Многие ходят в зал, тренируются, но не ставят перед собой конкретную цель. Например, набрать вес или увеличить количество повторений в каком-то упражнении, или скинуть вес, развить силовые качества или выносливость. У человека нет конкретных целей, и когда он приходит в зал, он просто тренируется, и он не понимает, к чему он стремится. Поэтому чаще всего, когда люди не имеют целей тренировочных, они плохо прогрессируют. Вторая причина – это когда люди имеют огромное количество целей, либо когда эти цели очень быстро меняются. Я думаю, у каждого человека, который тренируется, есть такой знакомый, который каждый месяц меняет свою направленность. Сегодня он пауэрлифтер, завтра он бодибилдер, потом он набирает вес, потом он сушится, потом он жмет и тому подобное. Таких людей довольно много. Эти люди не прогрессируют по той причине, что очень быстро меняются цели. Для прогресса необходимо время. Если человек хочет набрать вес, надо садиться на определенный набор мышечной массы в течение двух-трех месяцев, работать по определенной схеме, делать избыточную калорийность. А люди, которые часто меняют цели, он 2-3 недели посидел на наборе веса, ничего не набрал, думает, нафиг надо, надо сушиться. Посидел 2 недели на сушке, думает, все, сушка надоела, надо идти в жимовики, все, буду жать. Поэтому данные люди могут выполнить свои цели. Просто эти цели так быстро меняются, что человек просто не успевает их выполнить. Третья причина – это недостаток знаний. Бывает, что люди приходят в зал, делают какие-то определенные вещи и просто не понимают, зачем они делают, как они правильно должны делаться и какой должен быть результат с тех или иных упражнений. Так сказать, неосознанный тренинг я его называю. Для этих людей необходима информация. Надо понимать, что делается, когда делается, почему делается. И строить более грамотно свой тренировочный процесс. Эти люди могут быть целеустремленные, они не пропускают тренировки. Но их тренировки просто неэффективны по той причине, что они неправильно строят тренировочный процесс. Четвертая причина, по которой не прогрессируют люди – это расставление приоритетов, при котором уже нет основных приоритетов на тренировке. Человек ходит просто на тренировки, потому что он тренируется относительно давно, он привык. Ему здесь хорошо, у него уже всех знают в зале, он приходит пообщаться, немного повыполнять какие-то упражнения, но по сути человек уже имеет совсем другие задачи в жизни. Такое бывает, когда у человека появляется работа, семья, ряд определенных забот. Но человек уже относительно давно тренируется, он продолжает посещать зал, но уже без каких-либо основных таких целей именно в прогрессе. Иногда наступает момент, когда спорт уже входит в привычку, посещение зала становится регулярным, но уже нет желания прогрессировать, уже нет того удовольствия от тренировочного процесса, нет того удовольствия от того, что человек добивается каких-то определенных целей. Но человек выполняет двигательную определенную активность, он немного, но поддерживает себя в форме, поэтому это тоже хорошо, и даже в таком режиме лучше все-таки тренироваться, чем не тренироваться вообще. Следующий вопрос мне задавали на ютубе, и я забыл записать, кто мне его задавал. Затронь, пожалуйста, как-нибудь тему занятия после 50 лет. Мне 47 лет, занимаюсь в зале 2 года. Бросать не хочу. Качаю все группы мышц, занимаюсь 3 раза в неделю по часу. Высоко интенсивно. Самое интересное, мышцы растут. Значит, занятия после 50 лет. Я думаю, многие из вас замечали, что после 50 лет мужчина начинает очень быстро стареть. Бывает, что люди в 40 лет выглядят вообще на 20-25 лет, некоторые на 30, выглядят в 40 лет очень хорошо. В 50 уже, в принципе, видно, что человек уже в возрасте. А в 60 это просто дед. Вот бывает, что от 50 до 60 лет мужчина стареет на 20-25, а то и 30 лет. И такое бывает очень часто. Связано это именно с гормонами. Начинается пониженное выделение тестостерона, уже вообще нет гормона роста, и организм уже начинает очень-очень быстро стареть. Это именно ярко видно после 50 лет. С 40 до 50 еще можно очень хорошо тренироваться, очень хорошо прогрессировать. Если мы даже посмотрим на каких-то профессиональных спортсменов возрастных, наверное, яркий такой пример будет Декстер Джексон, которому, по-моему, 46 или 47 лет, и он там в топ-3 на Олимпии. Но Декстер Джексон уже не будет в 52 топ-3 на Олимпии, и, скорее всего, в ближайшее время он уже будет завязывать. Сейчас я дам конкретные рекомендации, как лучше всего тренироваться после 50. Первое, что нужно делать, это уделять очень большое внимание разминке. Если сама тренировка может длиться в течение полтора часа, то разминка должна занимать минимум 30 минут. Надо очень хорошо размяться, как общую разминку, так и специальную разминку под упражнения. Если выполняется, к примеру, жим лёжа, в таком случае уже надо делать не 2-3 разминочных подхода, а лучше сделать 5-6 разминочных подходов, а потом уменьшить уже сам объём на жиме. То же самое со всеми остальными упражнениями. Нужно очень грамотно разминаться. Второе, что я советую ещё делать, это растяжка. Если для молодого человека растяжка не так сильно и важна, хотя тоже важно, то для пожилых людей растяжка очень важна. Связано это с тем, что с возрастом начинает уже укорачиваться брюшко мышцы и травмироваться шанс очень сильно возрастает. Травмировать как и мышцу, так и травмировать сухожилия, либо связку. Уменьшается уже плотность костей, плотность там их сухожилий и связок. Всё очень легко рвётся, очень легко травмируется. Поэтому нужно тренироваться с максимальной безопасностью. Также рекомендую уже переходить с многосуставных упражнений со свободным весом и даже с односуставных упражнений со свободным весом именно на тренажёры. Это могут быть различные бочные тренажёры, либо рычажные тренажёры. Уже нужно отдавать преимущество именно тренажёрам, а не свободным весам. По поводу того, как строить тренировочный сплит. Естественно, как таковой сплит, его уже быть не должно. Это должна быть тренировка всех мышц за одну тренировку. Нужно тренировать основные большие группы мышц. Можно тренировать и малые, но в маленьком объёме. А в другой день, к примеру, уже тренировать большие мышцы в маленьком объёме, а маленькие мышцы в большем объёме. Также я порекомендую убирать многосуставные упражнения, такие как приседания и тяга полностью. И всё-таки меньше тренировать ноги и большую часть нагрузки всё-таки переводить на верх тела. Также необходимо выполнять ряд различных реабилитационных упражнений, такие как МФР, определённые упражнения в статике. Также порекомендую делать гиперэкстензию, если у человека нет определённых грыж, при которых нельзя её делать. Порекомендую тренировать пресс, для того, чтобы пресс и мышцы спины лучше держали позвоночник. Потому что со временем уже идёт нагрузка очень сильная на позвоночник, позвоночник уже не молодой, и ему уже сложнее справляться с этой нагрузкой. Поэтому лучше тренировать мышцы, которые будут держать позвоночник. Примерно такие мои рекомендации по поводу тренировки возрастных спортсменов. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Задавайте свои вопросы, как на Ютубе, так и у меня в группе ВКонтакте. На самые интересные вопросы я буду отвечать. Всем спасибо, до свидания.